Добрый день. Я окончила филологический факультет Московского государственного университета в 1958 году, как тогда говорили, с красным дипломом, и была рекомендована в аспирантуру по специальности литература народов СССР. Научным руководителем моей дипломной работы была профессор Медина Искандеровна Богданова, заведовавшая этой модной в те годы кафедрой филологического факультета. Я успешно сдала экзамены в аспирантуру и ждала приказа о зачислении. Когда же приказ вышел, оказалось, что меня могут зачислить только в заочную аспирантуру, потому что тем временем вышел новый приказ Министерства высшего образования о том, что для того, чтобы поступить в очную аспирантуру, надо иметь два года стажа работы или заочная аспирантура. Моя научная руководительница Медина Искандерна Богданова в это время по совместительству работала в Институте мировой литературы. И она решила все-таки не отпускать меня обратно в Нальчик, сказала, что она попробует устроить меня на какую-то работу в Институт мировой литературы, честно сказать, о котором я не имела ни малейшего представления. И оказалось, что в отделе фольклора есть место лаборантки, и я была зачислена 3 февраля 1959 года на эту должность. Поскольку я хотела заниматься литературой, дореволюционными литературами народов Кавказа, я очень переживала, что мне не удалось попасть в отдел литератур народов СССР и очень долго переходила в фольклористы. Но мне пришлось второй раз сдать вступительные экзамены в аспирантуру, теперь ИМЛИ. Но поскольку я работала, то я была зачислена так называемую безотрывную аспирантуру, которая продолжалась 4 года. Надо сказать, что сектор устного поэтического творчества, как тогда назывался нынешний отдел фольклора, был в самом расцвете своих сил, потому что в нем работали ведущие специалисты, ведущие исследователи фольклора народов Советского Союза. Уздят Баширнадалгат, блестящий Кавказовет, Борис Петрович Кирдан, исследователи украинского фольклора, Азиз Алиевич Шариф, профессор МГУ, мой учитель по филфаку, который был специалистом по литературам тюркоязычных и ираноязычных народов нашей страны. Позже пришел Халы Гусейн Чкераглы, также специалист по этим литературам. Ирина Михайловна Шот, специалист по белорусской литературе. Позже пришел Анатолий Васильевич Кудеяров, исследователь фольклора монголоязычных народов. В общем, отдел пополнялся высоко квалифицированными исследователями, людьми талантливыми и любившими этот фольклор прекрасный. И самым главным человеком, который способствовал развитию этого отдела, была замдиректора Арфо Абитисовна Петросян. Потому что бывший партийный работник, она до прихода в Эмли работала в ЦК партии, она мыслила по партийному, по государственному и думала об исследовании народов Советского Союза. Именно ее заботой был организован в Эмли отдел литератур народов СССР. И именно ее заботами началась реабилитация ученых, репрессированных в 1938-39 годах исследователей литературы фольклора народов России. И именно по инициативе Арфо Абитисовны началась реабилитация эпических памятников, которые также были репрессированы в 1940-е годы. Был проведен целый ряд конференций по инициативе под руководством Арфо Абитисовны Петросян. И в конце концов состоялось решение президиума Академии наук СССР о том, что должна издаваться серия эпос народов СССР, работу над которой должен возглавлять Институт мировой литературы, а республиканские институты должны готовить соответствующие тома. История этой серии – это отдельная и очень интересная тема. Кроме того, отдел вел большую работу по подготовке национальных кадров исследователей фольклора народов СССР. За эти годы в отделе было подготовлено около 100 кандидатов наук и около 30 докторов наук, которые успешно очень работали во всех республиках Советского Союза. Ну, в общем-то, это были люди моего поколения и сейчас это уже почтенные ученые, которым, к сожалению, не подготовлены подходящие смены. Задача подготовки новой генерации фольклористов, исследователей фольклора народов России и стран ближнего зарубежья, она сегодня актуальна так же, как она была актуальна в 50-е годы. Будем надеяться, что все-таки это удастся сделать. Аспиранты обязаны были очень строго выполнять свой индивидуальный план. Каждая глава, сначала спецвопрос, потом каждая глава, потом диссертация в целом строго очень и конструктивно обсуждалась на заседании отдела. Аспирант рекомендовался к защите и если он за месяц до окончания аспирантуры защищался, то институт обращался в президиум Академии наук и получал ставку для его зачисления в институт. То есть успешная работа над диссертацией гарантировала способному аспиранту трудоустройство в Эмлии. И поэтому, в общем, практически не было нарушений графика защиты диссертации.